Вместо обычной доски – интерактивная, классного журнала, ноутбук. Это урок подготовки к ЕГЭ, такого нужного сегодня миллионам школьников. Только тема вечная на все времена – любить Родину и быть ее патриотом. Такие уроки лучше усваиваются, лучше запоминаются, они более красочные и заставляют детей мыслить, рассуждать, высказывать свое мнение. Мне кажется, такая форма уроков обоснована и при подготовке к ЕГЭ. Екатерина Люгай – не просто педагог, а победитель конкурса «Учитель года-2012». Говорит, что шла к победе не день или два, а долгих – 11 лет. Именно столько она работает в школе. Участие в конкурсе, вот именно в этом плане, мне очень многое дало в сфере именно профессионального роста. Потому что, когда разрабатываешь уроки для конкурса, внеклассные мероприятия, и, конечно, это все в дальнейшем, мне кажется, поможет мне в работе. Профессию педагога она считает своим призванием. Пришла работать в родную гимназию еще студенткой. Большая нагрузка, маленькая зарплата не смутили молодого специалиста. Была вакансия «Учитель русского языка и литературы», и я очень рада, что согласилась на это предложение, потому что, как вы сегодня могли видеть, у нас замечательные дети, творческие, работающие, думающие и мыслящие. Поэтому я довольна своим выбором профессии. Сегодня школьники, а завтра уже взрослые люди. И хотя учителем станет не каждый, уроки русского языка и литературы запомнятся им на всю жизнь. Уроки Екатерины Александровны мои любимые, потому что я сама люблю читать, но так, как проводит она уроки, это очень интересно. То, что она объясняет, мы моментально улавливаем это и можем спокойно рассказывать эти произведения. Но победа в республике для Екатерины Люгай – это лишь шаг к основному конкурсу, который пройдет уже в Москве. Там молодой педагог надеется не только представить Дагестан достойно, но и выиграть. Ведь для этого у нее есть все возможности. Катимат Бурзиева, Нариман Алибеков, Марат Ахмедов, Хасига Зиамарова. Время новостей.